Всем привет, друзья! Самое популярное имя в автосервисе Андрей. Как-то у нас так получается. Ну, Саша тоже, но Андрею как-то много. Позвонил мне мегаэлектрик Андрей. Мы как-то были у него уже. Смотрите, такая у нас красота просто нереальная. Погода день в день 32-33. 34 даже вроде вчера было. Говорит, подъезжай. Тут пригнали мне машину, говорит, интересную на ТО, на тюнинг, на доработку. Говорит, приедь, посмотри, сними, покажи. А потом покажешь после нашей работы. Ну, и я сразу, почти сразу к нему еду. Почитаем заодно Гран-Чероке. Он по-прежнему как-то странно немножко работает временами. Который 5,7. Ну, а завтра уже будет много оффроуда. Я так думаю. Вон золотые купола. Так, для всех жителей Киева я уже как-то показывал. Вот это очень опасное место. Смотрите, тут, я не знаю, сколько тут раз была авария. Вот в этот отбойник заходили люди. Уже тут поставили резиновые отбойники такие цилиндрические. Наклеили на них светоотражающие. Знаки. Ну, по-прежнему. В чем проблема в этом месте? Когда дождь, очень скользко. Очень скользко. Я просто по этому маршруту сотни раз ездил, если не больше. Бассейн просто рядом. В общем. И получается, вот даже уходишь, когда влево. Скорость дорога хорошая, скорость большая. Сейчас чуть аккуратнее стали ездить. Камеры повесили. Но все равно. И из-за этого несет немножко при перестроении в левую полосу какой-то там скользкий, гладкий асфальт такой. Не знаю. Вот так было слышно, как срабатывает антибукс у меня. И не раз. Черт, опять не туда поехал я. Сейчас будем на переезде стоять. Наверное, мне повезло сегодня. В прошлый раз так долго. На переезде минут 20 или 25, наверное, стоял сегодня. Проскочили, и мы уже фактически на месте сейчас. Посмотрим, что там за УАЗ. Так, вот мы и на месте. Опа. Вот и УАЗ. Какой модный. Где-то, мне кажется, я его уже видел. Чуть рожавеет. Ладно, сейчас посмотрим ближе. Андрюхин в том же положении. А нет, двигателя нет. Двигатель отдал чинить. А вон 129-й. Мерседесик. Ассортимент автомобилей нереальный. Серьезный ремонт идет. Тихо, тихо, подожди, у нас дети смотрят. Сварщик, короче, ты сказал, что сварщик не очень ответственный человек, да, ты хотел сказать? Ну иди, короче, зачем? Ты же скажи мне, что уже... Это спокойно, я все подрежу, не бойся. Слышишь? А вот эти... Свет сзади себя включил. Мне там, справа, справа. Это вообще фантастика, слышишь? Я устал ждать, короче, эти бомбера. Мне уже даже не вернули деньги. Да? Да. И что, ты сам сделал? Ну вот, короче, подобрали всякий мотор там. И я думаю, будет... Ну что, красивый. Во-первых, не тяжелый ключевой. Функциональный. Посмотри, какая у него площадочка. Да, да, красиво получилось. Слышь, так у тебя золотые руки, е-мое. Так мы скоро, короче, его сварим, полимером покроем. Это же все куски пока соединены. Да, да, я вижу. То есть... А это что уже где-то, блин? Не-не, то там наклеено коврики, чтобы двери открывались полностью. А-а-а. То помоется. Не, ну будку же не я делал. Я... А, будку не... Не-не-не. Вот эти глушителя фантастические. С чего ты говорил? Сейчас, секундочку. Блин, Андрюха, на разрыв работает просто. Да. Да, друзья, вот такая буханочка. Кто не видел, там есть видео где-то месячишку, полтора назад. Со сварщиками, Андрюха говорит, сложно. Два раза деньги забирал, давал за бампер. И люди не могут ответственно отнестись к вопросу. Так, а это еще видно, часть будет тоже бампера, похоже. Ну, такой тут ассортимент. Пассат СЦ тоже рихтануть надо. В общем, от УАЗа, Пассата СЦ до 129-го Мерседеса. Кто не знает, сейчас покажу ближе. Да, вон он, 129-й. Культовая машинка. Когда-то в 90-е это просто был как космический корабль. Да, она и сейчас достойно выглядит. Тут и палатка, и люстра. Нет, а мы все поправим. Мы и штурки эти поправим. Так, а что тут, что-то сломалось? Ну, тут, понимаешь, он весь мокрый. А, я понял. Ну да, ты ж такое, у тебя недопустимо, да? Ты такое вообще не переносишь. Не переношу. Все должно быть идеально. Да. Вот, мы, короче, захотели ему эти дырки полотать, мы поняли, что надо разбирать, потому что... Да? Ну, в поддоне нашли куски натяжителя. Там то нашли, да. Ну, бывает, ну что, это ж УАЗ, это машина серьезная. Что ты хотел? Ну, через пару недель. Вот ты его запечатли, пожалуйста, какой он есть. Посмотри на те куски приваренные к раме. Где? А вон, смотри, вот там у него защита была. Вон, вот отсюда. Сейчас, 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 подожди, я свет. Куски приваренные к раме. А, ну вот защита, да. Да, да. Приварена. Да, посмотри на ту защиту. Я не знаю... А где она? Где-то спрятана? А, уже в лихтовке. Ну, там уже защиту. Там ужас. Ну, так и что, УАЗ машина боевая. Короче... А ты видел, как у него натяжитель устроен, гидроусилитель? Ну, хороший мотор. А, гидроусилитель, а нет. Посмотри, каким болтиком. Что оно там натягивает, я не знаю. Ну... Ну, блин, в Карпаты доезжала машина эта. Я в шоке. И по Карпатам ездила? Ну, там... Они, наверное... Мы меняли радиатор год назад в Карпатах. Бочку, наверное, везли с собой в масло? Ну, не знаю. Ничего не могу сказать. Ну, посмотри на него. Я ехал в другом автомобиле. Так я видел там тебя. Да, видел, да? А, да. Я же после этой машины сразу нашел ее. Нашел сразу? Я говорю, и как? Она туда и обратно съездила? Да. Без лафета? Да, без лафета. Меняли радиатор в дороге. Ну, не в дороге, в Карпатах купили радиатор. А что произошло, сейчас я тебе скажу. Что-то подпрыгнуло, перепрыгнуло. Потом чинили раздатку. Чинили раздатку. В раздатке меняли подшипник. Что-то еще там размолотило. Ну, бывает. Ну, что? Машина боевая. Я пилот боевой. Так что, тут, конечно, есть кусочек работы. Ну, дроссельную заслонку вон там лежит на столе, посмотри. Дроссельная заслонка. Ну, нормальная, что заслонка. Ну, посмотри внимательно. Ну, я не вижу. У меня зайдет. Ну, давай, а что там? Что-то с ней не так? Ну, она какая-то самодельная. Там что-то варено. Да? Да, вот это. А, вон, да. 1200 холостой ход у этой машины. Меньше. Так должно быть... А, не получается меньше? Не, не получается. Ничем. Ёханы бабай. Ну, да, что-то она какая-то немного нестандартная. Может, это тюнинг? Тюнинг, да. Да. Вот на валах, короче, метки, типа, ну, типа, есть, видишь? Ну, типа. Сейчас чуть-чуть еще повернуть, и я не стану в полосочку. Угу. Она колени уже проехала. Ну, шо не попадает чуть-чуть? Шо-то чуть-чуть, да. Тюнинг, шо. Может, это опережение? Я не знаю. Мы сейчас изучаем эту тему. Да, этот мотор. Ну, вы же с таким мотором еще не сталкивались. Это же не С... Он похож на какой-то древний Форд. Не 500-ый. На, на древний Форд похож, да? Ну, да, у тебя же практика. Дох был у них, короче, восьминеклапанный. Да, а потом был... Вот он очень сильно на него... Да, он внешне даже похож, кстати. Ну, да. Старые Сиерры и эти, и Скорпио, да. Да, мотор похож двухлитровый. Ну, Форда, наверное, он получше был какой-то, да? Не думаю. Не? Да, мы его, короче, заставили работать перед тем, как разбирать. Заставили, да? Да, и он такая тяга у него дурная вообще. Короче, хозяину понравилось, как он поехал. Да, он говорит, нифига себе. Я говорю, мы не успевали. На газу? И на газу, и на бензине. Хорошо поехал, да? Да. Ну, вы добились, чтобы ехал, а потом... Ну, конечно, чтобы понимать, что с него можно сделать, да? Да, просто мы его сделаем сухим или разбирать. Ну, он показал себя, что он едет. Угу. Я понял. На бензине особенно. Да, лучше, да? Но газ тут, походу, короче, тоже надо будет... А газ, наверное, такой-то потопный второго... Нет, газ нормальный. Второго поколения? Нет, он нормальный, четвертого вроде бы. Ну, форсунки врезаны, да? Да. Только, короче, все трубопроводы дырявые. Только что ты хотел, они же изнашиваются. Я как этот... Ну, мне кажется, их... Я на газу, на газу, на газу 10 лет езжу, слышишь? Ну. Знаешь, какая проблема с газом? Он все время куда-то исчезает. Независимо от того, ездишь ты или нет. Да? А когда ездишь, он исчезает очень быстро. То есть, не герметично. Это жесть вообще. Вот я сколько времени, последний раз я заезжал, ребята отстроили одну-вторую машину. В одной воняет, во второй воняет. Ну, правда, все поустраняли. Где-то там они забыли, где-то было. Ну, сейчас, конечно, добился, кстати, кто спрашивал, гранд-черокий расход, который 4,7... 24,8 вчера расход. Это просто фантастический получился у меня расход. После расхода 50,60, 24,8. Это просто, ну, мега расход. Да, вот такой патриот. Ну, в принципе, много чего сделано тут. Много чего сделано в плане... Покраски. Салон. Смотрите, красиво все. Тонировочка. Широко тут просторно. Посмотрите, как широко здесь. Кузов хороший. Мы с Андрюхой ездили. У него же патриот такой же, с таким же мотором. Все один в один там. Это мелкие отличия. Конечно, машина с хорошим потенциалом. Все, как обычно, портят наше качество узловых агрегатов. Новенький дроссель. Это под этот мотор, да? Смотри, вот горячий. Смотри, все прокладочки. Прокладок вообще в миллион. Вот это новое все? Да. Не, ну я знаю твой подход, что ты так... Как оно сейчас выглядит, так оно не будет. Не выглядит, не ехать, я так понял. Это место, где они. У него запасы какие-то. А у меня еще зрение. Как у меня. Как у тебя, в ночам, в темноте. Ищут запчасти на Хюндай. У него что хочешь есть, что хочешь у них. Хюндай она красивая. Да. Шайба разбила. Куда? Каленвалом. Патриот? Не, Хюндай какой-то делали, понял? А вот раз, они не нужны оказались. Номера, как у бородача на двухсотке. 7222. Хюндай, это шайба. Нормально. Опа, еще есть одна. Нашел? Ты посмотри. Фантастика, слышишь? Значит, ты на правильном пути. А надо 4 штуки. Да нет, это нереально, мне кажется. Ну, две ему, скажи, есть. Ух ты, какая-то развальная. Ну, тоже шайба. Слышишь, Андрюха, а это что? Смотри, что я нашел. Это сошка. От чего? Хаммер. Хаммер? Да. Второй? Вот этот большой. Или третий? Большой. Не, большой первый, как военный. H2, который. Да. Такая. Как для Хаммера. Мне нравится, слышишь, что с масленкой. И с этим. Наконечник. Интересно, такое решение. Что ж мы тут продолжаем поиск Хюндай. А тут от Бентли запчасти оригинальные. Ни хрена себе. Короче, у тебя, говорю, круче, чем у тебя ассортимент автомобилей, не делал. От УАЗа до Бентли. Ну да, приборы все сделали. Ну да. Все. Чуть не нашел. А что это такое? Короче, две нашел. Все. Я уже не могу. Алло, да. Опа. Две нашел. Друзья, а он ничего не весит. Друзья, смотрите, тормозной диск. Вот я мизинцем его просто вставил. Мизинец. И можно его поднимать вообще не напрягаясь. Короче, не весит ничего. Десять тысяч. Сколько стоит? Десять тысяч долларов. Два диска? Один. Да ну как такое может быть? Ну я заказывал, это же битый Феррари. Десять, а это с Феррари? Да. Десять тысяч долларов один тормозной диск. Вот такое мы тут можем увидеть. Вообще ничего не весит. Вот это я сейчас вам скажу. Я в руках держу вот одним пальцем. Это, не знаю, ну полкило, наверное, весит. Может. Ну, может грамм семьсот. То есть пол тормозного диска. То есть диск килограммовый. Посмотрите на его размеры. Вот ладонь. И вот диск. Толщина. Ну короче. Палец. Ну толстый очень. Я таких не видел. Десять тысяч долларов. С чего он? С чего он сделан? С какого-то космического материала. Ну керамический, да. Да. Такое тут бывает. И тут же УАЗы. Андрюха, это он керамический, да? Да, какая-то вообще. Ну это было, я тебе сейчас скажу, тоже где-то 12 лет назад. Вот это он 12 лет ждал, чтобы я его на видео показал? Угу. Не, ну это охренеть вообще. Как вообще такое может быть? Просто ничего не весит. А как он лопнул или что с ним произошло? Так не только он лопнул. А, удар был, да? Это боковой занос, да. Ну Ferrari Spyder тюнилгованный именно на заводе Ferrari. Вот как М5, а это Ferrari такой. Ого. Какой бешеный вообще. Страшный такой. Так это его занесло и развалил пол машины. Да, бальдюр развалил, короче, сзади вот так срезал. Так это задний диск? Да. А какие там впереди? Ну вообще вот такие вот. Еще больше? Да, да. Не, ну то, что ничего не весит, вот этот номер. Это задний. Охренеть просто. Не, ну это фантастика. Раме. Угу. Вот. Она на колесах ездит, куда хочешь. Потом выставляешь ее ровно в уровень. Потом цепляешь на нее гидравлические стрелы, вот в эти салазки. И тянешь? И делаешь то, что тебе надо, да. Да нет, тут я сейчас покажу вам. Говорю, смотрю, что-то похожее на то, что есть у меня, куда крепить фотоаппарат. Фотоаппарат и камеру. Андрюха говорит, нет, это от стенда детальки. Да. Лазерные. Как правильно назвать? Видишь, вот эти? Ну, это... Лазерная линейка, уровень, да? Да. И все выставляется. До какого уровня тянуть? Ну, сначала идеально выставляешь уровень машины и стаппер. А, я понял. Не, ну я имею в виду, что потом уже... А потом ты уже работаешь по размерам. То есть, распечатываешь размеры... И знаешь... Да, размеры... Где какая ось должна быть, да? Андрюха, на все руки мастер. Не, я просто подбил свой прицел сваровский, который мне подарили за 5000 долларов. И ты после этого... Я его поцарапал. И после этого я задался целью сделать так, чтобы я его больше не царапал. Никогда в машине. Это ты... И ствол, чтобы у меня было... Заморочился. Только щелк, и у тебя уже все выпадает сюда. Угу. Это под карабин сделано. Вот это. Я понял. Но ты это все можешь регулировать, как под все виды стрелкового оружия. Карабины и автоматы, и М16, и что хочешь. А что со 129-м? Ну, собрал с мешков, тоже принесли в мешках. Да? Да. Всю машину? Да. И что, она есть? Да, работает. Работает? Да. Ты помнишь, какая-то машина в 90-х? Я говорю, как космический корабль. Она сейчас на уровне. Она в 80-м. 5,6? 5. 5,0? Ну, да. Ох ты, елки. Да ты что? Ого. Да. Охренеть вообще. Да, бывает такое. Неожиданный обзор. Класс, блин. В8, да? Да, да, да. И тут все как новое. Ну, да. Тут работы просто капец. Где-то полтора года. Да? Да. В мешке было, да? Да. Что, вся и мотор? Ну, вот так, будка отдельно. Так. Гола. Гола. Без салона, без ничего. Вообще. Да. Тупо железяка. Мотор с коробкой отдельно. И потом вот это он все частями привозил. По салону тут заказано было. И с Америки, и откуда угодно. Чтобы собрать салон в эту машину. Собирали, искали, да? Ты не представляешь, сколько пластика. Тут же с крыши кабриолет же открывает. И что, работает? Да, я все восстановил. Гидравлику все. Это только ты такое мог сделать. Ну, чего? Кусок работы. Она же нельзя. Вот еще ручку, короче, я не достал. Какую? Передач. Вот, посмотри, короче. Деревяшки все сделаны. Блин, какие делали машины, да? Да, сейчас только подручил. Какие делали машины? Ну да, можем только вспоминать. Вот эта система впрыска. Ну, тут этот старый, да, впрыск этот? Как в 126? Да. Ее, кроме меня, наверное, уже в Украине никто не понимал. Да? Конечно. Я думаю, что все уже умерли. А, да, вон головка, да? Да, да. Распределитель, да. Ух ты ж, еханый бабай. Были ж моторы, слышишь? Да, да, да. 5.0 Ты прикинь, на эту машинку 5.0. Да. Она едет. Нормально едет, да? Да, она едет вообще. Она полностью уже сделана. Так, а мотор делали? Ну так, поверхностно, мотор живой. Живой, да? Да. Такие экземпляры. Экземпляры редкие. Открывает просто, там кнопку вожди. Кнопка. А. Опа. Ну да, там еще есть всякие запчасти. Ну так уже. А что вот это? Это будем подклеивать. Так подожди, она жесткая, отстегивается. Жесткая, отстегивается. А, отстегивается. И вылазит отсюда тряпочная. А, вот так даже? Она сложная, да. Ну да, багажная. Вот там и наш этаж отсек под ней. Да. Блин, были же машины. Киевские номера. Да, тут кузовщики работали какие-то левые пассажиры. Я думаю, что он будет еще с кузовом иметь дела, потому что мы бы с лучшими зазорами все сделали. Но нас это не касается в данном случае. Ну, я понял, ваша задача собрать было, да? Завести, конечно. Все. Разобрался? Четыре шатуна на этот у вас. А что новых были? Ну, все равно уже захотел. Так прикинь, один длиннее другого. Да ладно. Ну, я забыла. Как это такое? Типа одинаковый номер, да? Или что? Да. Да? Да, ну я не знаю. Ну, я не знаю, другого назад отправляют. Да, если нет. Блин. Идиотизм, короче. Все шпильки на мотор. То есть три шатуна одних, а четвертый другой, да? Да, да. Все до единого шпильки и метизу заказал заводскую на этот мотор. Все до единого. Сразу подушку тоже. Ёлки, слышишь, тут у вас будет страшно и по болоту проехать. Да, не, наоборот. Да? Да, конечно, это будет супер-боец. Тем более у него четырехконтурные тормоза, будет два жойстика, он будет обычно... А, ты говорил. Да. Да. Как ты целся? Да. Да. Да.